Иной ангел, имеющий власть над огнём, вышел от алтаря и возопил кличем великим, к имеющему острый серп, говоря, «Пошли, серп твой острый, и обрежь гроздья винограда на земле, ибо созрели уже на нём гроздья». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград земной, и бросил в точило великого гнева Божия. И истоптанно было точило за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских. На 1600 стадий. Апокалипсис. Великая депрессия. Калифорнию наводняют переселенцы из центральных штатов, бегущие от засухи. В начале 1938-го журнал «Лайф» обращается к Джону Стейнбеку, к калифорнийцу, с просьбой прислать текст о жизни в лагерях для сезонных рабочих. «Я должен ехать во внутренние долины», – пишет он своему агенту. «Там умирают голодной смертью пять тысяч семей. Правительство пытается оказать им помощь продуктами, медицинским обслуживанием, но фашистующие группы банкиров, крупных фермеров, владельцев компаний по оказанию коммунальных услуг саботируют все эти попытки. В одной палатке находятся 20 человек больных оспой. Среди них две женщины, которые собираются на этой неделе рожать. Я ввязался в это дело с самого начала, и теперь мне надо поехать все увидеть своими глазами. Может быть, мне удастся помочь прошибить голову всем этим убийцам». Гонорар за статью «Влайф» он перевел в фонд помощи переселенцам. Другие предложения от других журналов продолжить писать на эту тему отклонил. «Извините, я просто не могу делать деньги на этих людях» и принялся за роман. «Я увидел, как во славе сам Господь явился нам, как Он мощную стопою гроздья гнева разметал, как Он молнией ужасной обнажил мечами там. Славься! Славься! Аллилуйя! Его правда к нам грядет. Я Его в огнях увидел в круг армейских лагерей. Они стали алтарями среди сырости полей. Я читаю Его слово в тусклом свете фонарей. День Господень к нам грядет». Боевой гимн республики Название книги подсказала жена – «Гроздья гнева». «Мне оно нравится», – пишет Стейнг. Потому что это марш, потому что это в наших собственных революционных традициях, и потому что оно по отношению к этой книге имеет большой смысл. Даже те люди, которые не знают государственного гимна, знают гимн боевой. С марта месяца не выхожу из-за стола, никогда в жизни не работал так упорно и так долго. Этот гимн был очень популярен у северян во времена Гражданской войны за отмену рабства, что, конечно, сразу записывало автора в их ряды. «Невозможно отступление, коль трубит его труба. Он просеет наши души в сети страшного суда. О, душа моя, немедли, торжествуй, моя стопа! Среди лилий благодатных за морем Христос рожден. Его кровью, Его телом мир вокруг преображен. Он за святость нашу умер. За свободу мы умрем. Славься! Славься! Аллилуйя! В ожидании Его дня». Мужчины стояли у изгородей, смотрели на погибшую кукурузу, которая быстро убедала теперь, и только кое-где проглядывала зеленью сквозь слой пыли. После Первой мировой войны цены на зерно выросли. Все великие равнины распахали под пашни, и ветер поднимал почву порой так, что пылью затмевало солнце. И пыль была не единственной причиной горя. Хозяева, чья жадность довела землю до опустошения, не хотели больше ее сдавать мелким фермерам. Стало дешевле обрабатывать ее тракторами. Все это вместе лишило крова два с половиной миллиона человек. Мужчины молчали и не отходили от изгородей. Женщины тоже вышли из домов и стали рядом с мужьями, спрашивая себя, хватит ли у мужчин сил выдержать это. Женщины украдкой вглядывались в лица мужей. Кукуруза не жалко, пусть пропадает. Сохранить бы другое, главное. И вот выражение растерянности покинуло лица мужчин. Уступило место злобе, ожесточению и упорству. Тогда женщины поняли, что все обошлось, что на этот раз мужчины выдержат. Они спросили, что ж теперь делать? И мужчины ответили, не знаем. Но это было не страшно. Женщины поняли, что это не страшно. Джон Стейнбек. Гроздья гнева. В первую очередь, критика обнаружила в романе жестокий и преисполненный иронии выпад против основанной на простых эмоциях религии евангелистов. Эта религия процветала в самых бедных районах, где проповедника ценили не за проповедь, а за его способность довести паству до экстаза. По описаниям, это было похоже на шаманское камлание. Истошные крики, вопли, стоны. Люди катались по земле в судорогах, а пастырь брал их и кидал в канаву. И когда они стояли по поясу в воде, испуганно глядя на своего учителя, он падал на колени, начинал молиться и просить Бога о том, чтобы на всех мужчин и на всех женщин сошла благодать. Стейнбек очень подробно рассказывает об одном из таких богослужений. А люди вылезали на берег, вымокшие насквозь одежде, башмаки полны водой, хлюпают, чавкают, и шли обратно в лагерь к палаткам, разговаривая между собою тихими, изумленными голосами. На нас сошла благодать. Мы теперь белые, как снег. Не будем больше грешить. Да ведь ты проповедник. Бывший проповедник. Его преподобие Джин Кейси из секты Неопалимая Купина. Было дело. Завывал во славу Господню. И кающихся грешников чуть что-то в канаву. Набьешь ее до отказу, того и, гляди, половина перетонет. А теперь я не тот. Нет во мне прежней благодати. Грешные мысли одолели. Грешные, но, на мой взгляд, здравые. Джоуд сказал, если уж начал задумываться, то ты до грешных мыслей недалеко. Ты у нас хорошие моления устраивал. Помню, один раз сделал стойку и целую проповедь прочел, расхаживая на руках. И выл, как оглашенный. Матери ты больше всех был по душе. А бабка так говорила, что благодать из тебя так и прет. Наша бабка начнет выкрикивать на разные голоса, так никакого сладу с ней нет. Здоровенного причетника кулаком с ног сшибала. Джон Стэнбек. Гроздья гнева. Том Джоуд, главный герой романа, только что освободился. Условно. В тюрьме, говорит он, о том, когда тебя выпустят, на волю думать нельзя. Лихнешься. Надо думать о сегодняшнем дне, о завтрашнем, о бейсболе в субботу. Новички лбом о дверь бьются, все считают, сколько им еще сидеть. Зачем тебе это? Живи со дня на день. Ему не близки рефлексии бывшего проповедника. Но оба изголодались по общению, и, встретив Кейси на пути домой, Том принимает его исповедь. Нет, чтобы проповедовать Слово Божие. Начал его вертеть по-всякому. Вот ничего и не осталось. Мой долг указывать людям путь, но куда их вести, я сам не знаю. А после моления знаешь, что я делал? Уведу какую-нибудь девчонку в густую траву и лягу с ней. А потом начинаешь каяться, молишься, молишься, а толку никакого. Под конец решил, кончено мое дело. Лицемерю я пред Господом, и больше ничего. Сам этого не хочу, а так получается. Сна лишился. Идешь на молитвенное собрание и клянешься – воздержусь. Видит Бог сегодня – воздержусь. Да, какое там. Да, с такими думами ни в какой церкви не удержишься. За такие мысли тебя выгонят из наших мест. Джон Стейнбек. Грозди гнева. Тем не менее, Том приглашает Кейси в свой дом. И вскоре, вместе с проповедником, утратившим веру, но еще хранящим любовь к людям, Джоуда отправится в путь. Это завязка. Тысячи таких же семей, распродав то, что не пригодится в дороге, за копейки, конечно. На старых грузовичках потянулись на запад. Им сулят там работу. По знаменитому шоссе 66, проходящему через всю Америку. И в дороге, как во дни исхода, кочевники начинают обретать позабытое чувство единения. Люди по дороге как бы заново строили мир. И в нем было все, и дружба, и вражда. В нем были хвостуны, трусы, тихие люди, скромные, добрые. Люди узнавали, что существуют права, которые надо отстаивать. Право побыть одному. Право хранить в сердце память о черных днях. Право поговорить, послушать, отклонить или принять помощь. Самому ее предложить или отказать в ней. Право сына ухаживать за девушкой. И право дочери принимать ухаживание. Право голодного на кусок хлеба. Право беременных и больных, которые превыше всех других прав. И семьи узнавали, хотя никто их этому не учил, что некоторые права несут с собой зло. Право совратить, изнасиловать, право на разврат, на воровство и убийство. Эти права уничтожались, потому что маленькие мерки не могли бы просуществовать и одну ночь, не оградив себя от них. Джон Стенвик. Гроздья гнева. Отправив рукопись издателю, Стенвик слег. Он доработался до полного изнеможения. Но уже через две недели его попросили внести правку. Изменить финал и сократить количество нецензурной брани. Концовку переделывать он отказался. Какие-то изменения внес в текст, а по поводу крепких выражений сказал, я никогда не поменял ни одного слова для того, чтобы потрафить вкусом какой-то группы. и не намерен отступать от этого правила. Я написал книгу не для слабонервных дамочек. Если они начнут ее читать, то явно возьмутся не за свое дело. Я пишу не для того, чтобы удовлетворить читателя. Наоборот, я лезу из кожи вон для того, чтобы он испытал настоящий нервный шок. И еще одно. Я написал эту книгу не так, как обыкновенно пишутся романы, а так, как это бывает в ничем не приукрашенной жизни. И над страной витает запах гниения. Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерит никакими слезами. Поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от Пелагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. Исследователи должны выдавать справки. Смерть от недоедания, потому что пища должна гнить. Люди приходят вылавливать картофель из реки, но охрана гонит их прочь. Они приезжают в дребезжащих автомобилях, за выброшенными апельсинами, но керосин уже сделал свое дело. В душах наливаются и зреют гроздья гнева, тяжелые гроздья, и дозревать им теперь уже недолго. Джон Стенбек Чем ближе переселенцы подъезжали к обетованной калифорнийской земле, тем больше они встречали тех, кто возвращался обратно, встретив тот же голод, да и враждебность местных. Раньше слово «оке» значило «оклохомец», а теперь просто «сукин сын». Хозяева ненавидели их, ибо хозяева знали, что «оке» народ крепкий, а они слабосильные, что «оке» изголодались, а они сами сыты по горло. А в городах этих «оке» ненавидели лавочники, ибо они знали, что «оке» народ безденежный. Калифорния, правда, была похожа на рай, плодородная, цветущая. Здесь бы хоть клочок земли, но земля была чужой. Если голодный фермер засаживал хоть на краешки поля, рано или поздно приходил шериф и затаптывал всходы. И люди начинали пить и воровать. Ведь это все хорошие люди, понимаешь? А что их сгубило? Нужда. Мало-помалу понял я, что все зло в нужде, а до самой сути никак не докопаюсь. Как-то дали нам прокисшие бобы на обед. Один поднял крик, а толку никакого. Кричит, надсаживается. Надзиратель заглянул в камеру и ушел. Тогда второй начинает кричать. А потом мы все подхватили хором, тянем в одну ноту. И знаете, что было? Того и гляди, стены рухнут от крика. Вот тут и началось. Надзиратели забегали, засуетились, принесли другой еды. Понимаешь? Кейси становится проповедником забастовок. Он уже посидел, как революционер. Чудно это заведение, тюрьма. Удалялся раньше в пустыню, как Христос. Думал, искал. Иной раз и прояснится. А по-настоящему стало все ясно только в камере. Люди уходят, приходят. Ну, я, конечно, со всеми говорил. Еще бы. Если б тебя вздернули на виселицу, ты и с палачом словечком поперекинулся. Том ужасно уставал от его болтовни. Но после смерти Кейси, а умер он, не успев уклониться от удара, сказав, вы не ведаете, что творите, Том вспоминал каждое его слово. Помню, начал он шпарить из Писания. Я удивился. Не похоже, что это божественное. Ни про грешников, ни про адские муки. Он два раза это повторил, и я все запомнил. Это из Экклезиаста. Двоим лучше, чем одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Джон Стейнбек. Гроздья гнева. Роман не будет популярным, и было бы излишним убытком сразу напечатать большой тираж. Напечатайте сначала небольшой тираж, а если будут еще заказы, издадим еще. Это Стейнбек пытается войти в положение издателей. Фашистующие группы наверняка будут саботировать книгу из-за ее революционного содержания и будут пытаться обвинить меня в пропаганде коммунистических идей. Половина пророчества исполнилась. Книгу публично запрещали, публично сжигали, и за нее без конца ругались на радио, но читали. По оценкам New York Times, «Грозди гнева» стали самым популярным изданием 1939 года. Полмиллиона копий сразу допечатали, когда поняли, что вторая часть прогноза оказалась ошибочной. Стейнбеку тут же дали пулицеровскую премию, а в 1962-м дадут и Нобелевскую за поэтический и реалистический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением. Умирает с голода. Шесть дней ни крошки во рту не было. Мать прошла в угол сырая и посмотрела на лежавшего человека. Лет пятидесяти. Покрытое щетиной призрачно худое лицо, широко открытые глаза, взгляд бессмысленный остановившийся. Мальчик стал рядом. Твой отец? Да. Он все отказывался от еды-то. Говорил, не хочется. Все мне отдавал. А сейчас совсем ослаб. Шагу ступить не может. Вчера я разбил окно, украл хлеба, дал ему пожевать немного. А его стошнило. Ему бы супу или молока. У вас нет денег на молоко? Денег не было. Мать посмотрела на мужчин, беспомощно стоявших около умирающего, а потом на дочь. Взгляд ее сначала только на миг встретился с глазами Розы Сарона. Но она снова посмотрела. И женщины глубоко заглянули в глаза друг друга. Роза Сарона задышала тяжело, прерывисто и сказала «Да». Мать улыбнулась. Я знала. Я так и знала. Она потупилась и посмотрела на свои руки, сжимающие одна другую. Роза Сарона шепнула «Вы все уйдете?» Дождь еле слышно шуршал по крыше. Мать откинула спутанные волосы с олба дочери и поцеловала ее в лоб. «Пойдемте отсюда». Она пропустила их мимо себя в пристройку, увела туда же и мальчика и прикрыла за собой скрипучую дверь. Минуту Роза Сарона неподвижно сидела. Потом откинула одеяло с плеча и обнажила грудь. «Так надо». Она притянула его голову. «Ну вот, вот». Ее рука передвинулась к его затылку. Пальцы нежно поглаживали его волосы. Она подняла глаза, губы ее сомкнулись и застыли в таинственной улыбке. Гроздья гнева. Это последние строчки книги. В Помпе их сохранилась фреска «Отцелюбие римлянки». Отца приговорили к голодной смерти, а дочери разрешили его навещать, и она тайком кормила отца грудью. Власти, узнав о такой любви, помиловали отца. А имя для девушки Стейнбек взял из песни песней. «Я Роза Сарона, я Лилия Долин». На Западе это символ Божьей Матери, поэтому во всех Нотр-Дамах есть розетка. Стейнбек верил, что от катастрофы мир спасет любовь, не коммунизм. А он бывал в СССР и откровенно говорил на диспутах, что для Америки эта идея не подходит. Жаль, в самой Америке его не хотели слышать. В кино-сагу о Джоудах 40-го года финал не вошел, и зрители не увидели, как юная мать с улыбкой Джоконды возвращает цивилизации надежду. Книгу изымали из школьных библиотек. Стейнбеку то и дело подбрасывали анонимки с угрозами. Зная, что за мной постоянно наблюдают, я никуда не выхожу. Зная, что каждое мое слово может оказаться в печати, я никому ничего не говорю. Продюсеры фильма наняли частных детективов, чтобы те проверили, насколько описываемое в романе соответствует действительности. И действительность им открылась куда более неприглядная. А дальше была война. Он стал военным корреспондентом. Под Неаполем вместе с мирским десантом попал под атаку немцев. За один этот день, скажет он потом, я получил такой военный опыт, которого мне хватит до конца жизни. Он своими глазами увидел, как ангел бросает в точило грозди гнева. После войны он снова поехал в Советский Союз. Под аккомпанемент на путьстве. Да пропадете же без вести, едва пересечете границу. Как это вас Кремль пустил? Вас купили. Захватите с собой пару бомб, бросите в этих красных сволочей. Знал ли он сам, зачем едет? Ему показали Москву, Киев, Сталинград. Но, кажется, то, что он на самом деле искал, Стейнбек увидел в Тбилиси. Грузинский народ почитает древнюю церковь. Люди вереницы поднимались вверх, и, входя, каждый становился на колени и целовал угол церкви. Это была восточная, богатая церковь, с сильно почерневшими от ладана и времени росписями. Служба вел седовласый старик в золотом венце. Он был так красив, что казался нереальным. Этот старый человек зовется католикосом. Он глава грузинской церкви. И одеяние его пышно заткано золотом. Служба шла величественно, а звучание большого хора было несравненным. Джон Стейнбек. Русский дневник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова